Приветствую! Постановление 932, которое было принято 16 августа 2024 года, в том числе решило и вопрос выдачи паспортов. И в этом видео мы разберемся с тем, кто может получить паспорт гражданина Украины и кто не может получить паспорт гражданина Украины в соответствии с постановой 932. Хочется здесь отметить, что, как мне кажется, лейтмотивом этой постановы было следующее. Переложить с больной головы на здоровую. Мне кажется, чиновники, которые ее писали и придумывали, действовали по такому принципу. Они не справились со своими обязанностями и сделали это нашими обязанностями. Но обо всем по порядку. Наше видео будет построено следующим образом. В соответствии с тем, как изложена информация в постанове 932, я ее разбил на некоторые блоки. И у нас будет блок общий, который касается граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Будет блок, который касается граждан Украины от 18 до 25 лет и, соответственно, от 25 до 60. Итак, блок, который касается абсолютно всех, он звучит так. Ну, можно назвать так. Вопрос недействительности военно-учетного документа. Потому что в соответствии с постановой 932, для того, чтобы вам выдали паспорт, и в первую очередь, естественно, это касается тех, кто находится за границей, вам нужно предъявить военно-учетный документ. И при этом военно-учетный документ будет проверяться на действительность. И будет выявляться, действительный он или недействительный. Само постановление 932 не отвечает на вопрос, какой вот недействительный. Но у нас есть постановление 559, еще майское, и там как раз эти критерии есть. И критерии заключаются в следующем, что если бумажный военно-учетный документ соответствует определенным графам записи в едином реестре призывников военно-обязанных и резервистов, то бумажный, соответственно, действительный. Если хотя бы по какой-то из этих граф будет расхождение, то, соответственно, бумажный документ недействительный, и человек паспорт не может получить. Вот эти графы. И прежде чем мы подробнее пройдем по каждой из них, я хочу сделать небольшое объявление для автовладельцев, которые пребывают как в Украине, так и за границей. Не забудьте обновить свои страховые полисы «Зеленая карта» и сэкономьте 1200 евро. Именно таких размеров может достигать штраф в Европе за отсутствие страховки. Так что рекомендую проверить, когда у вас заканчивается срок действия текущего полиса. А лучший способ купить страховку за границей, либо же в Украине, перед выездом за границу, это воспользоваться онлайн-сервисом Green Travel. Напомню, страховка – это договор, по которому страховая компания обязуется возместить понесенный ущерб. Я как адвокат рекомендую выбирать ту компанию, которая окажет поддержку в решающий момент, в момент страхового случая. В Green Travel круглосуточно и без выходных на связи с вами операторы, которые всегда возьмут трубку или ответят в Telegram. Будь то вопрос по пересечению границы, оплате дорог или страховой случай. Это важно, поверьте. Дополнительно к зеленой карте, только в Green Travel вы можете оформить дорожный ассистент в Европе, в который входит юридическая поддержка европейских адвокатов, помощь переводчиков, техническая и прочая помощь в дороге. И все это за 66 гривен в месяц. А приятным бонусом при покупке зеленой карты будет возможность получить кэшбэк в сумме до 3000 гривен. Green Travel – сервис, который уверенно рекомендую. Ссылку на него оставлю в описании к этому видео. Переходите по ней и добавляйте ее в закладки. И вот мы видим, что совпадать должно фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, состав, то есть рядовой, сержантский, офицерский, военно-учетная специальность должна совпадать. В графе «взят», «снят» с учета тоже информация должна совпадать. При этом обратите внимание, что вот на этой графе многие могут, ну, что называется, погореть. Почему? Потому что есть люди, у которых, например, в военно-учетном документе стоит, что он на учете находится в одном ТЦК и ЭСП, а в резерве указан совсем другой. Ну, потому что человек там переехал уже давно, сменил место проживания, стал на учет, но в итоге в реестр были внесены данные по старому ТЦК. И, соответственно, в этой ситуации уже что? Военно-учетный документ будет недействительным. И, конечно же, последний пункт, седьмой вопрос о исключении с учета. То есть, если вы исключены с учета и у вас в военно-учетном документе есть соответствующая запись, но ее нет в резерве, в реестре военно-обязанных, то, собственно говоря, такой военно-учетный документ ваш, он будет признан недействительным и паспорт вам не дадут. Что в этой ситуации делать? Обращаю ваше внимание, что эта информация касается всех от 18 до 60 лет. В этой ситуации вам нужно что сделать? Нужно собрать те документы, которые, например, подтверждают, что у вас там фамилия неправильно написана в абереге, либо вы исключены с учета, а там нет этой информации, тогда вы прикладываете свой военный билет и с заявлением обращаетесь в ТЦК ИСП. В заявлении вы просите внести корректные данные в реестр АБРИХ. Отправляете это заявление почтой, приложив к нему документы на адрес ТЦК обычной почтой. Даже если вы находитесь за границей, вы можете это сделать обычной почтой. Уже на сегодняшний день у меня есть положительные результаты, причем минус этих результатов заключается в чем? Ждали мы больше месяца. То есть отправив заявление в ТЦК, ТЦК при этом не дал никакой обратной связи, не ответил, ну а может просто письмо еще с их ответом не дошло. Но человек вот сидел и проверял в АБРИГе все время, в резерве, если быть точнее, и оп, информация обновилась о нем. Поэтому данный метод он работает, пишите заявление. Понятно, что не в 100% случаев, наверное, будет результат, но тем не менее такая возможность есть. Можно это сделать абсолютно бесплатно, пользуйтесь ею, пожалуйста. Итак, идем дальше. С этой проблемой разобрались, теперь переходим к вопросу лиц от 18 до 25 лет. Какие для них новшества? Первое. Если они находятся в Украине, то они могут обратиться за паспортом и без военно-учетного документа. Если же они за границей, то для них тоже есть определенное исключение. Это исключение состоит в следующем. Если у вас нет записи в реестре, имеется в виду реестр призывников военно-обязанных резервистов, то вы можете обратиться за получением паспорта без военно-учетного документа. В этом случае ваши данные будут внесены в реестр, после чего вы генерируете через резерв, либо через ДИЮ военно-учетный документ и за выдачей паспорта обращаетесь уже вместе с этим электронным ввод. Если же вы обратитесь без ввод, то паспорт вам не дадут. Итак, еще раз. При подаче документов у вас ввод может не быть, но ваши данные внесут в реестр, после чего вы генерируете ввод и за паспортом приходите уже вместе с военно-учетным документом. Если же у вас есть запись в реестре военно-обязанных, уже вот здесь и сейчас, то вы идете по общему правилу. То есть вы подаете военно-учетный документ, его сверяют, и тогда, соответственно, если он действителен, тогда вы сможете оформить паспорт за границей. Если же нет, то только в Украине. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет для того, чтобы получить паспорт, нужно соответствовать по сути трем критериям. Первое. У вас должен быть ввод. У вас должна быть запись в едином реестре обориг. И запись в реестре должна совпадать с запись в военном билете. Ну или во временном удостоверении военно-обязанного, непринципиально здесь. То есть не только наличие военно-учетного документа и записи в реестре, но и их совпадение. И тогда, если ваш военный билет действительный, вам могут и оформить, и выдать паспорт. Если же нет, только на территорию Украины нужно возвращаться. Отдельно стоит поговорить о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые подали документы на получение паспорта до 18.05.24. Чтобы вам получить теперь документ, который у многих у вас уже сформирован, вы получили об этом извещение, но вам его не выдают. Что нужно в этой ситуации? Каким условиям вы должны соответствовать? Ну, точнее не вы, а ваши документы. У вас должен быть действительный военно-учетный документ. Если вот он у вас есть в бумажном виде, либо в электронном виде, обращаю внимание, вот здесь либо бумажный, либо электронный вид. И если соответствие идет с реестром Аберик, то, соответственно, вы можете получить этот военно-учетный документ, пребывая за границей. Если же ваш военно-учетный документ признается недействительным, то есть записи не совпадают в бумажном военном билете и в том, что есть в Аберик, то получить военно-учетный документ вы можете только на территории Украины. Чтобы исправить эту ситуацию, чтобы иметь возможность получить его за границей, вы должны опять же, как и все остальные, обратиться в свой ТЦК с заявлением о внесении изменений в Аберик, приложить соответствующие документы. И вот когда они это сделают, когда у вас будет полностью все совпадать, тогда вы сможете получить паспорт гражданина Украины, пребывая за границей. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, ставьте ей лайк, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы видите на экране, а ссылочка будет в описании к данному ролику. Ну и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.